Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Амливиан, мы находимся в Короле, в последней серии мы сюда с превеликим трудом добрались, после чего нас приняли в тюрьму, как и обычно, по стандартной методе, кроме того, мы добрались до Приората Вейнон, который был в пригороде здесь, договорились с отцом Джофри, который, собственно, нам рассказал, что он является главой ордена Клинков, рассказал нам о том, где находится Мартин, приемный сын императора Уриэля Септима, Которую нам нужно найти, потому что он теперь единственный наследник трона, и если его, собственно, не возвести на трон, то начнется просто что-то страшное в этих землях, и так много проблем Блин, насколько оживилась картинка с этим модом, то есть птички летают, насекомые всякие, эти звуки мух тут около навозной кучи Короче говоря, давайте маленько осваиваться в городе, потом мы можем уже двинуться по главному квесту Кстати, здесь исповедует какой-то пророк непонятный И не здесь, то есть в Энвиле, надо будет туда сходить Вот наш главный квест, и по нему нужно будет идти в Квощ Это не очень далеко, по-моему Хотя Это охренеть как далеко Ну ладно, туда мы еще двинемся Сейчас мы будем осматриваться Здесь у нас северные товары Соскарима, что ли? Ух ты какая Привет, по-моему, мы раньше не встречались Ты недавно в этом городе? Эм, не твое дело Ой, извини за беспокойство Моя мать часто говорит, что нельзя приставать к незнакомцам Я слишком общительная А что это твоя мать так говорит? Моя мать, хозяйка этого магазина Она будет рада помочь тебе Чего знаешь, общительная торма С тех пор, как ее старший сын погиб Велена Донтон сама не своя И все же она хорошо руководит гильдией бойцов Понятно Удачного тебе дня Угу, не тебе не болит Так, а вот и мамаша Я даже не знаю, кто из них страшнее Не знаю, вот эти аргарианцы Они, конечно, кому-то нравятся Я просто не могу на них спокойно смотреть В северных товарах ты найдешь только самое лучшее Я Сиднил с хозяйкой этого магазина Чем я могу помочь тебе? Про Джоффри, расскажи мне Старый священник с похожим именем заходит сюда иногда Он живет к юго-востоку от города по черной дороге В приорате Вейнон Понятно Ничего полезного Давай посмотрим, чему ты учишь Я могу показать тебе кое-что новенькое Нет И начнем Давай займемся делом Таким тоном Давайте попробуем продать Вот это Прекрасная сделка Кстати, платье краснобая надо было Одеть на себя Да ладно, в принципе, продадим Это хорошая сделка Потому что неохота мне, честно говоря, его постоянно переодевать В время торговли это, по-моему, глупо выглядит Так, по оружию продавать нечего По одежде тоже По зельям Все нормально По мусору Пустые камни-душ Думаю, это честность Тебе повезло совершить выгодную сделку Обычный камень-душ оставим Пустой продадим Так, далее Жемчуг Хорош Золото Тебе удалось неплохо заработать Платину Это хорошая сделка Да, в принципе, нормально Так, оттошку дадим Ну, за 0,7 Просто выкинем, короче говоря Так, что у тебя еще можно купить? В принципе Чего? И тебе всего наилучшего Так, а ты кто? Здравствуй Здравствуй, здравствуй Продолжай, пожалуйста Что знаешь о пророке? Церковь еще не дала официальной оценки его учению Но из услышанного можно предположить, что он, возможно, истинно вдохновлен богами По королу, что происходит? Да, в короле мы горцы живем согласно учениям наших богов Десяти заветам подчинена вся наша жизнь Это ты кто горец Я не знаю, но если каждую фразу будет разными голосами говорить, это будет очень смешно Самое худшее, что никто не знает, что произошло Люди слышали крики, но когда они взломали двери часовни, все уже были мертвы Надо в Энвил наведаться Что-то там какая-то чертовщина творится Береги тебя Ты можешь говорить Что новенького? Пару дней назад мне повстречался грязевой краб Гадкое создание Отвратительное создание с толстыми панцирями и острыми клешнями Стараюсь избегать их До свидания Добрый день День добрый Так, ну ладно Нам, кстати, нужно Может какую-нибудь кожаную броню купить себе Потому что, в принципе, вот эта вот у нас Рубаха, она защиту вообще не дает В принципе, как бы и не ношу особо броню Но, тем не менее Надо будет как-то заботиться маленько Так, книги Ренуа Это что у нас? Добро пожаловать в книги Ренуа Я хозяйка Эстель Ренуа Посмотри вокруг Если не увидишь того, что ищешь Спрашивай Хорошо Симпатичная девушка Так Взгляни на мои товары Наверняка тебя что-нибудь заинтересует Книга Дейдера, по-моему, интересна Кстати, говорю Давайте почитаем Одну штуку Это, по-моему, может увеличить наш навык Окей Ты торгуешься до последнего Я вообще не торгуюсь Женщина Заходи еще Так, ладно, хорошо Прощай Книжки наши Так, книга Дейдера Это выдержки из огромного тома Описывающего характер всех Дейдера Азур А, понятно, это же Азура Чья сфера заря и закат У нас была в Скайриме Звезда Азура И мы там у этой звезде ходили Насколько я помню Магия между царствия Сумерек Известна как лунная тень Мать Розы И королева ночного неба Баэти Чья сфера обман Тайные сговоры Планы убийств Покушений Предательства И свержения власти Клавиус Вайл Его мы тоже встречали в Скайриме Чья сфера Дарование силы И исполнение желаний Посредством ритуалов Соглашений Ну понятно Короче говоря Описание всех Кому интересно Почитаем на паузе О, Молок Бау Тоже знакомый Мы его встречали По-моему Как этот город назывался На западе Скайрима Он там Заключил нас в рабство Хорошо Так, руководство по оружию Это руководство было Составлено генералом Воргов Для нужд всех солдат Состоящих на службе империи Очевидно, что солдату Следует использовать То оружие, которым он владеет Лучше всего Клинкам относятся кинжалы Короткие и длинные мечи А также Двуручные клейморы Дробящему оружию относятся Как булавы и молоты И молоты Так и топоры и секиры Непосвященному человеку Может показаться Что топоры и молоты Являются принципиально Различным оружием Однако Использование обоих типов Требует одинакового Способа приложения силы И того же ритма И метода атаки Поэтому между Зр... Блин, что-то я сегодня не то читаю Поэтому с точки зрения Воина Разницы между топором И молотом Ох, сути нет Луки же следует Выдавать только тем Кто умеет обращаться С стрелковым оружием Утип меня Большую часть оружия Можно использовать Совместно со щитом Это разумеется Не относится к Двуручному оружию Секирам, боевым Молотом, клеймором И луком Двуручное оружие Лучше всего подходит Тяжело бронированным рыцарям Берсеркерам И солдатам Прикрывающим фланги Ну да Оружие изготавливается Из разнообразных материалов Отличающихся Прочностью Стоимостью И весом Далее я перечислю Виды оружия В порядке увеличения Стоимости и качества Железное Стальное Серебряное У нас сейчас такое Двимерское У нас такой меч Длинный Ильфийское Стеклянное Ибонитовое И наконец Дейдрическое Замечу Что серебряное оружие Несколько менее Прочное Нежели стальное Тем не менее Его способность Поражать неуязвимых Для обычного оружия Призраков Ох Привидений И некоторых Дейдрических тварей Слегкой компенсирует Этот недостаток Интересно А если я луком Серебряным Буду стрелять Интересно Какой-то урон Будет наноситься Луки Также могут быть Укреплены Различными Материалами Это позволяет Увеличить силу Натяжения тетивы И скорость Выпускаемых Снарядов Материал Из которого Изготавливаются Наконечники стрел Влияет на их Массу И пробивную силу Таким образом Урон Наносимый при стрельбе Складывается Из мощности лука И мощности стрел А нет Так Тут дальше Про магию Хорошо Магия мне Бесполезна Так Держи обратно Своей книге Продаж Кому-нибудь еще Пока Блин Намного более Красивые деревья стали По-моему В три раза Вылетели Количество листов На них Сжалься Сэр Я пытаюсь Накопить денег На лечение Ты же он Какой здоровый Иди работай Ну на Держи монетку Спасибо Великодушный господин Ну довольно Какой Про серого лиса Расскажешь? Это лишь легенда Имперская стража Утверждает Что существует Король воров По имени Серый лис Который повелевает Всеми ворами В серодиле Конечно Все это Выдумано Чтобы оправдать Притеснение Бедных Ну ладно Бывай Да пребудет С тобой Благословение Стендара Тебе не кашлять Так Слушай Слушай И повинуйся Частный дом Джералина Дорана Давайте познакомимся Ты че бешеная такая Продолжай Пожалуйста Да Я не понимаю Что Глистел Нашла в этом Малинтусе Анкрусе Только посмотреть На нее И на него Ничего Не понимаю Хорошо Еще увидимся Бывает Приветствую тебя Здоров Да Валус Одил опять весь день торчит в серой кобыле С тех пор как его мальчики ушли Он сам не свой А так погоди Одил Мы находили Ферму Одила Воровали ее В пригороде Пока Надо будет с ним поговорить Может он Поделится с нами Своей проблемой Ну ладно Приходяя его Уж не будем В этом доме шариться Привет Привет Вы Глистел И Малинтус Анкрус Теперь вместе Так хорошо Чем поживиться Разве это не ужасно? Не вижу тут проблемы Это немного странно Но это их дело Да Так говорят До свидания Давайте попробуем Кстати говоря Так Может там мало ли ничего Но По крайней мере Салат С воруем Блин Зачем Опустился Ворую салат И тыква Ну что ли Несу шуровать не будем Еще одну тыкву Хорошее вино Ой У меня перегруз опять Блин Что-то еще нужно продать Почему у меня Такой перегруз Интересный Отстрел может быть Хотя нет Они весят Меч Очень тяжелый И молот Нужно продать То есть Кузницу нужно найти Похоже Ладно Мы Опьянили Местное вино Крайних Неплохое Оказалось Так Ладно Уходим Пока Ничего Не сподозрили Где-то у вас Кузнец И вывесы К ней Дать Может он там Где-то Первым делом Нужно продать Книги Товары А вот Серая кобыла Кстати Мы туда Зайдем еще Так Ну ладно В общем Что-то Вы так Носитесь Как будто Я не знаю Я Кармен Лид Возможно Ты знаешь Моего мужа Альберик Лид Чародей Гильдии Магов Что я могу Сделать Для тебя Расскажи мне О слухах У Ренольда Джемейна Ужасная память Мы встречались Много раз Но когда Мы столкнулись С ним В Чеддингхоле Он прошел Мимо меня Будто мы Незнакомы Понятно Кто он Вообще Да Это все Очень странно Ренольд С которым Мы сталкивались Несколько раз В Короле Вел себя так Как будто Совсем Не знаком Со мной Кроме того Он казался Трезвым Что очень Необычно Обычно Ренольд Шатается По Королу Пьяный В стельку Все это Очень странно Впрочем Это действительно Не мое дело Так-то да Так Ну судя По названию Этого Куэста Мы имеем Дело С братом Близнецом Ты изучаешь Магию? Мой муж Альберик Обучает Колдовству В гильдии Магов Хорошо Прощай Прощай Так А ты кто? Монетку Для старого Нищего Лодырь Какой же ты Старый Ты посмотри на себя Так Закрытый дом А вон там Кузница Похоже Еще закрытый Сколько Время Шесть Вечера А вот Жемень Ладно Сюда Мы придем С утра Холопки Какие-то Стоят Что? Это? Так Удел Подожди Ваус Удел А тут у нас Что? Ферма Удел Понятно Короче По этим домам Нужно с утра Продел Я Малинтус Анкурус Как твои дела? Нормально Говорят Графиня Последнее время Выглядит Очень расстроенной Кто-то Украл Какую-то Ценную Для нее Вещь Хорошо Пойдем Познакомимся Еще увидимся Как дела? Имя у тебя Конечно Глистел Я Глистел Что тебе Нужно? Так Посмотрим Можно ли Тебя Чему-нибудь Научить? Нет Не сможешь Потому что Я лучше Тебя Это знаю До свидания Или денег у меня больше А, вернее, меньше Чем нужно Не знаю Так Пойдемте кузнеца искать Для нас сейчас Самое главное Перегруза избавиться Задние дворики Тут нам Ничего не светит Я так понимаю Луна уже Сейчас мы пойдем В серую кобылу Короче говоря От утра продолжим Приветствую Не, приятнее Как это стало Игра выглядит Прям вообще Очень даже Ты кто? Э? Махноногий Что ты хочешь? Зайдя в местную таверну Легко можно найти работу Окей Старому бедному Оргнолфу Опять нужно работать Так А вот похоже То, что нам нужно Может она открыта еще Времени еще не так много Так Огонь И сталь Я чувствую Мы пришли по адресу Привет Я Рошеда Кузнец А это Огонь и сталь Качественные доспехи И оружие А также Ремонт Чем могу помочь? Так Сначала мы Посмотрим Твое Возможно Тебя заинтересуют Мои превосходные товары Ооо Вот это круто Это даже лучше моего Так На броне Вся тяжелая По большей части Ух ты 25 штук Обалдеть Короче говоря Мне нужен Двимерский лук Это выгодная покупка Для тебя Теперь Продаем Серебряный Молот Кинжал Нет Кинжал Оставим На всякий пожарный Железные стрелы Продадим Потому что нам Сейчас остальные Хватает Это честная сделка Так Это наше Основное оружие Это наше Основное Это запасное И все что ли Хорошо Расскажи обо мне Своим друзьям Ладно Давайте починимся Я могу починить Почти Так И чему ты можешь научить Тебе нужно многому научиться Нет Это мне не нужно Я лучше буду пользоваться И тебе всего наилучшего Услугами вас Кузнецы Так Что у меня повесил Довольно много Это все весит Две мерзкий лук За счет Так Ну что Серый кобыл У нас Утреца Продолжим Сегодня мы Четыре часа Бодрствовали А дело найдем тут Я надеюсь Сказали же он тут Вечерами Мои сыновья Где мои сыновья Ну что с ними Да Ралус и Антус Они собираются Сразиться с чудовищами Нападающими На нашу ферму И я опасаюсь За их жизнь Что за твари Последние Несколько дней Эти твари Постоянно нападают На нашу ферму Что недалеко от Корала Они приходят Откуда-то Со стороны Великого леса Я не знаю Откуда именно Но Ралус Возможно Сейчас знает больше Мои парни Намерены Уничтожить их Даже если Стражники Не помогут Не важно Что угроза За пределами Городских стен Опасность Грозит всем Они ждут Что я пойду Вместе с ними Но Боюсь Я слишком стар Я уже не тот Воин Что прежде Не может Можешь ли ты Пойти Вместо меня Ну кстати Давайте Это интересно Почему-то я был уверен Что ты примешь Такое решение Я должен был Встретиться с ними Возле Приората Вейнон Тебе лучше Сразу начать Собираться в дорогу Чтобы успеть Туда вовремя А мне Мне нужно Выпить Чтобы Понятно Так Давайте-ка Мы прямо сейчас Туда сходим А потом уже Будем дальше По хору Разбираться Потому что Это что-то Прям Вроде как Обещает быть Вполне себе Интересным Привет Блин Могодок Такое конечно Становится В игре Вот с этими Новыми Фильтрами Когда солнце Заходит Особенно Прям Ну вообще Как будто ИНБ Сделал Модификацию Графическую Как дела Так Это у нас Где-то тут Лошадь Лошадь стоит Ну ладно Пусть стоит Или Так Карта Хорошо Я думаю Мой лук Им пригодится Вот Кстати Они Почему Здесь нет Отца Он знает Как важно Это дело Что ты имеешь Ввиду Он не придет Он просил Тебя Пойти С нами Вместо него Разве У него Нет чести Ты посмотри Как у Борзи Папаша Наговаривает Так Ну пойдем Хм Боюсь Сейчас У меня Нет времени На разговоры Друг Я жду Моего отца Валуса Одила Не довелось Видеть его В городе Не довелось Вообще-то Он не пойдет С нами Думаю Я понимаю Его Лучше Пусть он остается В безопасном месте Хотя Мне интересно Почему он попросил Тебя Занять его место Ты Присоединишься К нам Хотя у тебя Нет личного Интереса В этой битве Благородный поступок Я с радостью Приму твою помощь Бессмысленно Дольше ждать За мной Моя личная выгода Это Размять кости Потому что мы давно Уже В серьезную Перепалку Не попадали Так Ну я думаю Мы сейчас Будем идти Вот до сюда Бойцы Смотри Я уже прыгаю Как высоко Синяк Обыкновенный Хороший Назваем Так ребята Вы не стопорились На каждом углу Ладно же Глядя Поперли Вот уроды Вот она Ну вроде Никого не видать Даже Да Похоже Придется ждать Пока не дойдут Да ладно Где какие твари Вообще Где безумный Экшен В чем Ввязался А Даже не тут Понятно Ну ладно Мы прибыли На ферму Одила Мне нужно Помочь Антусу И Раосу Победить Твари Которые угрожают Их ферме Отлично Ну когда уже Смотрите по сторонам И соблюдайте Осторожно Так я готов Вперед Защищайтесь Они идут Давай Оп Гоблины Ненавижу Гоблинов Ты живой Еще что ли Так Порядком Ребят Нужал Я думаю Прятаться Тут смысла Нет Особого Так Легко Так Еще Вообще Никакие Кстати Говори Так вот более-менее ну давай не ты первый добавили все живой отлично гоблины побеждены мне нужно вернуться в коралк валу содивую сообщить ему что его сыновья живы отлично это все просто было ребят конечно не сильно помогали тупенький квест такой получился больше перли чем дрались иди к моему отцу и расскажи ему о нашей победе антас а мы показали мы уничтожили их всех все видели все видели как я сражался как дно ладно пошли на дворе уже глубокая ночь а нет время еще десять вечера но в принципе надо сказать хоть размялись маленько потому что последней серии у нас но в принципе мы с гоблинами дрались опять же ничего особо не происходило так наша лошадь находится в столе я в курсе то есть происходил конечно именно он больше мирные переговоры там всякое такое путешествие а тут у нас прям бой попер так я не понял а где папаша дома что ли ну давайте побежали дальше по королу я думаю пойдем вон в ту сторону там еще дорога есть уже завтра на сегодня у нас ну кто-то там уходит сегодня на событий хватило продолжай я слушаю болен да где вы там у него же дом там находится в самом-самом конце понятно живут кстати три здоровых мужика вот этой плачуги на больше не заработали похоже все добавь так это последний из них с возвращение теперь рассказываю с возвращением и сыновья мои мальчики живы ах спасибо тебе огромное спасибо тебе за поддержку и помощь пожалуйста возьми это он все равно мне больше не понадобится мои сражения остались в прошлом я собираюсь доживать свои дни на ферме в мире и спокойствии так охладитель круто ну-ка что это такое пока пока ну-ка это так понимаю одноручный меч блин он так себе но урон холодом 5 единиц при ударе круто по моему вот он наше оружие будет пока так ну что пойдем все рукобыла ночевать хотя в принципе давайте ночевать мы уже будем следующей серии на сегодня пока закончим я думаю в этом городе будет еще много всего интересного блин какая луна все-таки короче говоря двигаемся дальше в этом городе я чувствую мы засядем надолго потому что здесь все очень интересное но вообще я принял решение что поначалу мы постараемся выполнить как можно больше именно сюжетных квестов потому что сейчас нам это пригодится то есть раз у нас теперь баланс маленько по-другому устроен сначала нам стоит маленько подкачаться она сюжетных костах будет самое оно поэтому мы двигаться к мартину скорее всего даже в следующей серии посмотрим по-быстрому корол даже возможно возьмем квесты но все равно пока как выполнять не будем то есть пока что пойдем по сюжетам по основному ну короче говоря это будет все завтра в следующей серии на сегодня все надеюсь вам понравилось комментируйте ставьте лайки с вами был артур всего хорошего пока 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 а и Продолжение следует...